всем привет дорогие друзья сегодня мы посмотрим ребята с вами свежим вышедшие мод спинтальд 14 на зил 135 л.м. вот такой тягачик у нас но у него очень интересная вещь есть самая интересная вещь давайте поменяем сразу резину на нормальную парадные колеса и смотрите охренеть давайте на парадных можно много чего навешать интересного на него например можно цистерны вот такие вот с кучей баков какой там бак наверно емкость на емкость очень большая там было написано 1200 литров а 2500 литров офигеть можно повесить портовой платформы для перевозки леса можно гаражные запчасти вот таким образом это сделать вот даже там что-то есть смотрите тоже этим очень много запчастей 200 очков гаражных гаражных столько тут в игре не нужно и близко не нужно и а это все интересно самая интересная штука которая хочу поставить эту штуку но я чуть не ставится а вот все нормально мы поставили какой-то крылья и теперь можно поставить установку урагану который может который высоко знаем можно управлять в этой в этой версии мода давайте смотреть ну пойдем по нашу стандартную маршруту посмотри как он вообще едет но с этой снох он вообще едет и полнопривод ничего не решает может все за парадные колеса мы не на параде так что колеса сменим обратно давайте стандартную резину проверим может сейчас разгонится проедет еще не подсказывает что то же самое будет ну да ну да ну ладно тогда понижай-ка блокировка сюда все таки вездеход еще есть версия по-моему п называется плавающая версия он еще мог плавать есть ну модификация такая у нас модификация л.м. такая которая предназначена в основном для транспортировки различных систем залпового огня ну там случай-то ураган по-моему был назывался я не уже забыл только что было написано по-моему ураган и мы сейчас его развернем мы еще доедем куда-нибудь и развернем его но очень качественно сделал мод я уже вижу что очень у них задние подруливающие колеса офигеть просто можно до сзади подруливающий с ночи где-то где развернем залповую установку давайте выйдем наверное из этой вот колеи там помните в том месте хорошим на травинку и там возвращаем свою систему залпового огня и разхерачим как другую сторону другая сторона берега не прикольно очень мод классно сделан мне очень нравится и главное что это реально существующий мод то есть это не какая-то там фейк хотя по-моему вот установка сверху у него вроде бы как другая должна стоять ну ладно неважно эти сзади такие штучки есть упор и то есть полностью так понимаю развертывается эта установка в этом и сделаем но двойный по моему двигатель и каждый из них 7 литров при этом выдает массовой мощность 360 лошадиных сил и это просто жесть и в объем бака в районе пом но двойной тоже наверно бак какой-нибудь там помню тысячи литров примерно наверно так она есть они 520 литров все правильно вот это я ром царю да да я просто у меня смутило 1000 урона очков потому что я помню что там 520 литра был баг в описании но в описании википедии ребята википедии конечно же там даже грузитель трясется прям шик не мод очень классно сделан проходимость мода хорошая ну вездеход он должен быть хорошей проходимости иначе нахеря ему 6 колес ты здесь он заедет просто слишком тяжелая машина 10 тонн весит без пусковой установки это уже о чем-то говорит да ребят эти пустые внутри или нет подождите можно насквозь посмотреть покажи мне насквозь да они пустые насквозь у нас система залпового огня без ракет в мирных целях поэтому идем просто на тренировочку не будем никого забраться огнем а вообще я знаю там разработки находится на мод танка ребята я видел он пока разработки это будет очень круто я хочу здесь развернуться и там который стрелять будет это очень круто надо будет посмотреть ну там новые карты и кстати ребята обновление сментарис даже было выйти было вчера а с 2 числа а выйдет она 27 неделю там должен быть новая машина новая карта и мы начнем заново ну а дальше проходить игру так что радуемся ну давайте развертывать потихоньку или на этом плохое место а что если мы развернем его прямо в лужи просто интересно система огня разворачивается прямо в лужи так площадка наводчика что произошло вот надо так площадка наводчика прибор и наводки так задний упор так понимаю да поднимаем так вертикальная наводка какие клавиши она еще не в ту сторону как стреляет я подумал они не вот так вот так вот так вот так да в ту сторону в зад в зад стреляет а теперь горизонтально наводку она вообще в любую сторону стреляет вот так даже стрелять все правильно ребят охеренный мод согласитесь да а прикиньте танк стреляющий еще в этом вот может еще сделать что же стрелял но это возможно будет под новой версии игры там кстати в новой версии разрабатка на чем отличается в новой версии почему танк делают будет уже физика гусениц работать как надо и бывает появится много акутичной техники быть при основном мода на обычные техники это очень круто ничего на как сюда жалко не стреляет а так прикольно ладно поехали отсюда сворачиваемся так надо вернуть на место на место в озор на почти ровно так троечка четверочка система залпового огня а крутая вообще просто блин классно один из лучших пока по моему по моему дерьмометру шутка ну очень мне нравится мод очень классно сделано побольше бы таких модов игре будет просто приятно на этой их движке надеть войнушку какую-нибудь классно прям так подъезжаешь развертываешь орудия 100 перестрелки делать может какой-нибудь фаргейминг все таки возьмет на вооружение движок игры то есть физику всю эту фигню был просто потрясающе круто это вездеход он должен хоть ехать он очень тяжелый должен деревья валить без проблем как фара светит нет как передние фары ты понимаешь да стандарт уже ночью но я думаю такой заход спокойно река приедет почему не приедет в легкую как у нее средства передней кстати связь переднюю дерьмовые ну как дерьмовые для такой махином что нормальные не смотрите неплохо неплохие средства я не могу сказать что плохие то связь и вполне себе так твои просто проедем а если ко мне максимально скорость но я думаю что такой сновки максимальная скорость это 60-70 больше в жизни не разгоняется ну может быть до 80 разгонится конечно все таки 22 и за кусок и там вообразно двигатель на сколько там цилиндров но 2 по по 7 литров это фактически бугатти вейрон надыхают подолженный сил конечно то время снято было очень мало но для военной техники главная лошадиная сила во-первых в следующий момент во вторых сами понимаете нужна очень долговечность двигателя ну че поехали прямо так на 1 плюс он заглохнет я уверен а вот тут должен проехать он очень тяжелый его не смыть вообще даже не близко не должен смоется он не смоется просто по-любому вопрос застрянет ли в это другое дело вроде проходимость неплохая у него можно же поехать в самую жесткую местность вот здесь вот рем очень большая вот она у него 6 колес поэтому он цепляется очень хорошо охеренный мод то есть качество мода ну по моему дерьмо метро по мне так мод сделан на девять с половиной из десяти было бы 10 10 если бы он еще стрелял ракетами это было бы круто а так он идеально у него правильная развесовка он реально тяжелый вот чувство тяжелых у него охеренно работает система наведения вот эта офигенно сделана он красиво сам везде он глушитель работает эти два двигателя стоит по бокам один и второй двигатель по 7 литров каждый очень крутой мод так что автору мой личный респект ну а я жду от автора чтобы он стрелять потому что насколько я понимаю раз танк делать длину моды будет стрелять на счет и если с обновлением возможно можно будет сделать стреляющие машины для этой игры это игра не не про это конечно игра про вездеходы но хочется пострелять тоже ребята тем более что вся прелесть именно полнопременных больших машин это военно в основном военная техника так что это сами понимаете должно быть просто must have не отличный мод мне очень нравится ну я свою оценку уже дал конечно он к сожалению не без дифференциала точнее без блокировки дифференциала вон пащики очень плохо передряют препятствия но с дифференциалом он просто няшка наша дорогие друзья на самом понравился обзор будем смотреть дальше другие свежий обзор я стать мы только обозвать были были интересные обзоры то есть которые они просто куча различных у вазиков по-разному покрашенных а что-то интересно вот вот очень мне кажется один из лучших модов в игре на текущий момент потому что я дал оценку высокую то можно сказать номер один для меня мод на текущий момент мне очень понравился ну конечно для игры функциональности он тоже в принципе очень неплохой несет видели там очки гаража есть и ремонтные очки и цистерны что хотите то есть поэтому не очень хорошая проходимость он не слишком длинный отличает некоторых дебильных модов зачем мне колеса крутятся непонятно уже слава бога остановились но с вами доклад не забываем подписаться на канал ставить лайки спасибо смотрели пока пока пока